разбираемся в устройстве мультиварки moulinex cook for me и лампа выключилась то есть тен сейчас выключен ну вот не пойму внутри я слышу щелчки вот слышно что я вам показал этот момент видите что происходит то есть компьютер сам управляет опять очередной прикол код 30 пожалуйста отправьте прибор в сервисный центр что не так накрывает кастрюльку накрывает кастрюльку уплотняется герметизируется за счет вот этого силиконового силикона резинового и не знаю уплотнителя но здесь очень интересное устройство вот это внутренность со стороны кастрюли а вот это потребитель видит только при разборке и чистки и уходе что же это такое за такое сложное устройство ведь в других мультиварках скороварках такого нет здесь мало того здесь спрятаны детские игрушки повернули вот такой классный бильярдный шарик из детского советского бильярда и достаточно тяжелый а давайте его взвеси 81 грамм ну будем считать 80 грамм шарик шарик у нас при слишком высоком давлении немножко приподнимается и его выпускает и конечно же вес этого шарика именно так и рассчитан чтобы если бы он был маленького веса он бы подскочил бы и все а так вот зависимости от того давления которое нагнетается в скороварке он имеет свойство немножко приподниматься и выпускать пар а что же за вот это тядька такая красивая фиолетовая вообще мне так нравится цвет на тядька это аварийный клапан вот если вот тут все забьется не будет выпускать то вот этот при критической ситуации откроется этот клапан и выпустит пар выпустит тоже там пружинка и он рассчитан на определенное давление я его снизу даже могу вот так вот смещать смотрите то есть это аварийный клапан сброса а что же штучка справа у нас делает а а это помощник одного из датчиков при определенном давлении он подымается и подносит вот этот магнитик геркону есть магнит попробуйте он магнитит сейчас я вам покажу нержавейка неодимовый магнитик у меня видите нержавейка 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 об а у вот при определенном давлении он подымается приближается геркону такой датчик кто не знает они герконы магнитные контакты можете рассмотреть это отечественные вот такие тетюлечки красивые зелененькие обожаю обожаю и вот так вот магнитик хлоп и замкнул пар там надавил он поднялся и замкнул контактик и пошла команда на процессор вот таково устройство значит шарик надо периодически мыть и вот здесь вот отверстие прочищать и мыть и вот эту штучку держать в чистоте чтобы она свободно вот так вот двигалась вот этот конечно же протирать давайте глянем с той стороны глянем с той стороны вот этот свободно видите гуляет резиночка снимается можете ее тоже снимать мыть не порвите вот видите так я думаю выходить там со строя нечему там вот есть отверстие которые ухаживайте чтобы все это было чисто чисто так на корпусе на вот этой шапочки этого клапана рассматривайте какой он должен быть вдруг у вас треснет или поломается или потеряете и вот здесь есть стрелочка выступ такой соответствии с рисунком ставим и поворачиваем все шарик зафиксирован вот так вот это должно работать если у вас вот такого звука нету значит у вас там грязно так значит держим магнит и шатаем такой звук от шарика должен быть это значит что он у вас чистый и и отверстия чистые и клапан будет работать вот это пока правильное прохождение теста а что у нас тут светит параллельно тену я подключил 15 ватную лампу на 220 вольт вот я хочу в следующем тесте как клацает реле и отключается ли тен вот какие-то там клацанья вот или термостатик вот я хочу посмотреть что происходит потому что клацаней очень много я не пойму что это клацает поэтому подключил лампу вот такой вот тест уже порует уже порует может быть повторяюсь нижняя температура это температура датчика температуры который стоит под чашей 22 градуса это вот по центру в крышке по центру но я вам покажу видео в котором все наоборот вот ctn топ растет как будто там тент стоит вот такой у меня прикол был здесь и вот поэтому я уже заблудился с этой мультиваркой что она творит без сервис мануала конечно эти вещи ремонтировать очень тяжело но попытаемся тест закончился где-то на 75 процентах пошел тест жарки и лампа выключилась то есть тен сейчас выключен ну вот не пойму внутри я слышу щелчки вот слышно вам нет если это щелкает реле то зачем может быть это реле не до контачивает смотрите потому что лампа не светится а щелчки происходят что вообще происходит то есть получается это первая минута вот вторая минута пошла тоже тен не подключен получается на второй минуте х а а включился вот зачем лампа вот что за тест я хотел посмотреть так вот так вот ладно опустим ее давайте же посмотрим на второй минуте тен включился не сразу а вот такого подогрева я не слышу там активного третья минута большая инерция похоже начинается шум подогрева шум подогрева начинается вот так вот вот так вот Четвертая минута, ТЭН включен. Вот сейчас как щелкнуло реле, а вот щелкнуло, потушило, значит ТЭН отключен, включилось, щелкнул. Видите, какой важный тест, а вот сейчас щелкает, непонятно что, щелкает, а вот дорогие мои зрители, я не пойму, что за щелканья иногда бывают. Вот, в конце концов, отключает, подключает, но бывают какие-то щелчки пустые. Выключил. И он же как-то процессор отслеживает вот эти включения-выключения и динамику температуры. Включил опять. Может есть какие-то... О, все, тест закончился. Закройте, пожалуйста, крышку. В который раз я уже этот тест делаю? Так, закрываю крышку, смотрите. Закрываю крышку. И вот у нас геркон. Вот сейчас магнит прислонится. Оп! Пошел. Пошел тест. Ну, посмотрим. Посмотрим. И начала изменяться температура верхнего датчика. Сейчас я услышал, как сработал клапан, который магнитиком замыкает вот это реле. Вот оно. Вот там вот он поднялся и подключился. Так. И лампочка вот потухла. Давайте вот так как-то вот включил его. Как он эти циклы отслеживает, понимаете? Вот как-то ж циклы отслеживает компьютер внутренний. А по вот этому вот свечению видно, что лампочка горит и тэн включен. Так, клапан закрылся. То есть он как бы в какой-то момент перепускает пар. Вот этот вот шарик. Видите? А вот этот магнит, который ударяет по шарику, ну, при определенных условиях там. Внутренний микроконтроллер управляет этим процессом. Когда он знает? Вот я знаю, что сейчас в какой-то момент произойдет этот удар по шарику. Вот сейчас тэн выключился по тесту. Вот интересно. Мы сейчас увидим этот момент, чтобы не обжариться. Я лампу ближе двигаюсь. Опять тэн включился. Хотел так вот присветить хорошо. Хорошо я вам показал этот момент. Видите, что происходит? То есть компьютер сам управляет выпусканием пара. А вот и прикол, ребята. Вот опять очередной прикол. Код 30. Пожалуйста, отправьте прибор в сервисный центр. Что? Что не так? Что не так? Я думаю, проблема с датчиками температуры. Но пока их еще не нашел, чтобы поменять. И больше всего, мне кажется, что, наверное, верхний в крышке. Вот так. Вот он выпустил пар. И теперь мы крышку можем открыть. Пар дал в объектив и в руку у меня нарушение техники безопасности. Не нарушайте технику безопасности. Ну, вот так, вот так, вот так, да, туманная перспектива, туманная перспектива. Туманная перспектива.